всем привет сегодня у нас ретроспектива и мы с вами вспомним какие масштабные копии советских спортивных автомобилей выпускались под маркой deep models и представленные в этом видео модели давно сняты с производства хотя при желании их можно найти в продаже на вторичном рынке различные аукционы и тут далеко не все модели которые выходили у этого бренда я выбрал для себя наиболее интересные образцы если посмотреть на автоспорт ссср то он не был такой популярный как за океаном но тем не менее он существовал я даже помню в детстве ходил смотреть некоторые кольцевые гонки проходившие в моей стране но правда у нас уже выступали другие машины в основном газ-24 volga москвичи жигули также были ралли на грузовиках газ-51 и газ-53 а вот таких старых машин я ни разу в живую не видел и некоторые настоящие образцы сохранились и по сегодняшний день и они находятся в российских музеях и вы в комментариях можете написать какие советские спортивные автомобили в 43 масштабе есть у вас и по цене эти модели стоили в то время от 2 до 3 тысяч рублей это по мировым меркам средний ценовой сегмент и модели вполне хорошие и копийные за свою цену эти масштабные копии сделаны из полимера и давайте начнем с обзора газ gl1 и здесь масштабная копия копирует прототип 38 года и у дипа такая модель также предлагалась с колпаком вместо крыши и тот автомобильчик был в красном цвете но мне больше понравился автомобиль в черном матовом цвете и у дипа это было отдельное направление в ассортименте коробочки голубого цвета но как-то эта серия не зашла и видимо производитель свернул производство и сейчас переключился на выпуск автобусов и грузовых автомобилей правда автобусов у них тоже не так уж и много и эти модели мне очень нравятся и если посмотреть на советские спортивные автомобили то их промышленным способом выпускают буквально пару компаний например из импортных брендов я могу вспомнить несколько моделей от autokult дип да больше никого и нету конечно эти модели выходили и в журнальных сериях но там совершенно другой уровень проработки качество сборки и эти машины нельзя держать на одной полке и на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного производителя естественно эти модели изготовлены в китае указан официальный сайт на котором можно ознакомиться с новинками этого бренда есть артикул по которому можно найти эту модель в интернете и у меня такое ощущение что по заказу dipmodels эту модель делала компания minimax очень много косвенных признаков но могу ошибаться и вообще если говорить о фабриках выпускающих масштабные копии их не так много и например для очень многих именитых брендов выпускает модели одна единственная фабрика и это очень легкая модель но из-за того что здесь довольно массивный подиум все же ощущается ее вес и если вы не знаете что модель сделана из полимера можете подумать что это полностью металлическое изделие очень красиво изготовлены колесные диски спицы из фототравления также очень много мелких декоративных деталей присутствует ремешок для закрепления капота также небольшие рукоятки здесь из фототравления прекрасно смотрится решетка радиатора и с правой стороны проглядывается небольшой декоративный шильдик и несмотря на то что это двухместный автомобиль я думаю в нем уместится только водитель и также вы можете посмотреть на панели приборов наклеена декаль и виднеются тахометр спидометр другие приборы и небольшой перчаточный ящик и у этой модели также очень ажурно сделана ходовая часть очень красивые тоненькие рессоры но этот автомобильчик лишний раз от подиума откручивать я не рекомендую потому что модель очень хрупкая и вы ненароком можете что-то повредить при демонтаже модели с подиума и зачастую эти модели очень сильно притягиваются к подставке и их открутить без усилия не представляется возможным и этот газ у меня поставлялся вместе с небольшим буклетом и можно было приобрести как отдельно масштабную копию так и вариант с журналом и это конечно мелочь но тем не менее приятно здесь довольно много интересных архивных фотографий которые правда сейчас я думаю можно найти в интернете и быстро пролистаем журнал особо заострять внимание на нем я не буду и также есть различная информация как на русском так и на английском языке тоже довольно интересная хроника и в принципе я этот журнал взял как частичку истории в коллекцию это хорошее дополнение если вы например поклонник данного бренда есть люди которые собирают коробочки различные марки значки и так далее и этот буклет станет украшением коллекции посвященной спортивным автомобилям также есть небольшие зарисовки гонщиков испытателей тоже можно их почитать есть чертежи и как раз вариант с колпаком и я не думаю что эта машина изначально была в красном цвете потому что на фотографиях она выглядит как будто серая но возможно я ошибаюсь и сложно сказать были ли фотографии в цвете которые окрашены достоверно ведь сейчас могут окрасить автомобиль хоть в розовый цвет и кто-нибудь обязательно такую модель выпустит например костромской бренд start scale models или автоистория deep всегда отличал хороший подход к окраске масштабных копий изучали прототипы но у них тоже некоторые модели сделаны по мотивам но все же ситуация намного лучше чем с вариантом от ssm вот такой довольно большой журнал также вот тут есть фотография грамоты есть удостоверение гонщика испытателей я так понимаю и на задней страничке есть фотография с двумя масштабными копиями и давайте уберем журнал и покажу вам следующую модель это zil 112 тоже очень красивый спортивный автомобиль и у дипа такой автомобиль предлагался как закрытым типом кузова так и кабриолет и чуть позже вышла укороченная версия и эстетически она мне нравится больше но такого автомобильчика я пока что не приобрел свою коллекцию попадется на глаза тогда куплю а так специально за ней я не охочусь и здесь вместе с моделью поставляется сертификат с уникальным порядковым номером у меня модель под номером 609 и тираж 1200 экземпляров довольно внушительный тираж и по-моему эти модели не распроданы и по сегодняшний день хотя в официальном магазине вы их уже не найдете очень красивый синий цвет и эти модели по уровню проработки очень близки к продукции spark models также к neoskale models и как в варианте с газ gl у этой машины очень массивный подиум и такое впечатление что это очень тяжелая и массивная металлическая модель хорошо проработано рабочее место водителя раскрашена панель приборов и сзади также присутствует диван он спрятан под аэродинамическим элементом и у этого автомобиля очень необычно сделана передняя часть фара находится по центру и такое ощущение как будто здесь стоит реактивный двигатель а по длине эта машина точно такая же как лимузин zis 110 и также у этой модели очень красиво сделаны регистрационные номерные знаки они объемные из фототравления правда на крышке багажника почему-то отсутствует рукоятка и просто видны отверстия возможно на настоящем автомобиле было так возможно просто на моем экземпляре забыли поставить ручку и давайте покажу вам две последние модели это dil 112s они поставляются уже в немножко другой упаковке черного цвета также здесь с моделью идет сертификат с уникальным порядковым номером у меня модель под номером 933 и тираж этих автомобилей составляет 960 экземпляров и у dipa предлагалось четыре автомобиля две машины под номером один и две машины под номером два и друг от друга эти автомобили отличались мелкими деталями по большому счету это была одна машина и три машины были в синем цвете один автомобиль был в белом цвете и также чуть позже вышла похожая машина только в аэродинамическом обвесе здесь уже подставка белого цвета присутствует небольшая плашка из фототравления указан тираж уникальный порядковый номер и по виду эта машина мне напоминает американскую кобру правда конечно zil все же отличается и здесь очень забавно смотрятся колесные диски с очень тонкими покрышками но тем не менее модель станет украшением любой коллекции и в журнальной серии выходил похожий zil только в белом цвете но та модель если мне не изменяет память совершенно не попадала в 43 масштаб и покажу вам последний вариант он очень похож и я не стал покупать абсолютно все масштабные копии не вижу смысла и на этом варианте у меня почему-то на сертификате не выбит уникальный порядковый номер может быть его не сделали может быть на всей партии так но это не столь принципиально потому что номер продублирован на подставке давайте покажу вам этот вариант точно такой же дисплей кейс но у машины уже отличаются колесные диски также вы можете видеть немножко по-иному идет выхлопная система также ниже сделано лобовое стекло отсутствует дуга безопасности передняя часть точно такая же задние фонари тоже без особых изменений и отличается бортовой номер автомобиля эта машина под номером 46 и как раз вы видите это одно и то же шасси просто первая модель 62 года а вторая модель это автомобиль 64 года дальнейшее развитие первой масштабной копии и пишите ваши комментарии что вы думаете о спортивных советских автомобилях есть ли у вас такие модели в коллекции понравились ли вам спортивные машины от дип моделс если вам понравился данный видеоролик то не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции а на сегодня это все пока пока